И снова здравствуйте. На сей раз будет история про воду. Может это вода в решете, а может средняя вода на киселе. Так что следующий популярный по фейкам можно назвать оду по воде. То есть халявную энергию из воды, которую пытается получить на каждом углу. И основной способ этого ячейка Мейера. Не буду вдаваться подробности, информации по этой теме горы. Идея в том, что хитрый способ производится электролиз обычной воды и в итоге получается гремучая смесь, которая подтверждением дает бешеные КПД. Паразитов на этой теме явилось огромное множество. По их утверждениям уже каждый второй ездит на машинах или в колесном транспорте на халявной воде. Да дома целыми районами отапливают. В инете гуляет сумасшедшие ролики с доказательствами эффективности, но в них есть все кроме правды. На самом деле это сплошные фейки. Или демонстрации не имеющие ничего общего с огромной эффективностью. Установки конечно работают и в некоторых случаях есть в них необходимость. Например, сварка. Но в остальном это пустой звон. Подобный звоночек я увидел у некого видоса ТВ, который лет пять народ в инете развлекал всякими лайфхаками и другой дешевой лабудой. Море подписчиков, миллионы просмотров. В общем известный пацан. И прошел бы я мимо, но слишком он нарванным оказался. Выдал он вот такой крутой ролик три месяца назад. Этому мопеду больше не нужен бензин, так как он теперь ездит на воде с помощью вот такого вот устройства. Данное устройство позволяет любому двигателю внутреннего сгорания работать на воде. Так. Сейчас я его заведу. Так. Включаем. Открываешь. То есть, друзья, эта штука действительно работает. И в этом видео я покажу как ее сделать. Погнали. Так. Так я позвал. Запускаю двигатель на воде. Конечно, уже заголовок полный враньем. Во-первых, не на воде, а на газе или смеси. Во-вторых, газ получается электролизом за счет энергии аккумулятора, то есть фактически на аккумуляторе, при помощи химических реакций. Вода же здесь чисто как сырье для переработки. Это тоже самое, как вам вместо фруктов и овощей удобрением кормить. Или пожарить яичницу, но в глаза говорить, что это цыпленок. Ну ладно, может цель оправдывать средство, то есть название. Смотрю видео. Сразу на первых же секундах дикое удивление. Возможности и водонепроницаемости. Далее. Крутой перец, который покорил воду, показывает на весь экран маленький девайс. Как оказывается, это повышающий преобразователь напряжения на микросхеме XL6009. А слева, сверху, этот юный фейкомет любезно подсовывает характеристики. Верхнее напряжение 72 вольта. Выходной ток 10 ампер и мощность 105 ватт. Вот такое чудо в руках пацана. Все бы хорошо, и для лохов инфа проглатывается на раз. Но не для меня же и тех, кто понимает в чем речь. А теперь смотрим реальные характеристики. И что мы видим. Се китайское чудо на самом деле выдает максимум 35 вольт и с ограничением до 3 ампер по входу. Но не забываем, что это китайцы. У них все характеристики завышены. Поэтому реально, а я знаю о чем говорю. Так как часто применяю всякие подобные повышающие преобразователи для своих дел. Очень удобно литий-ионный аккумулятор на 5 или 12 вольт использовать. Так вот реально этот преобразователь может выдать менее 20 ватт при длительном применении. А какое еще применение может быть в мопедах только длительное. Вот даже самые китайцы признаются, что без радиатора не более 20 ватт. Так что можно даже не продолжать дальше, а ставить клей морфейка на лоб этому пацану. Надеюсь тут никого нет, кто бы в трезвой памяти мог бы утверждать, что использовать ячейку МР мощностью менее 20 ватт можно хоть что-то сдвинуть с места. А если это невозможно, то я не понял, а чего вы тут все сидите уткнувшись в экраны. Все. Кино закончилось. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось? Это фейк на 100, нет, 200 процентов. Какой смысл дальше продолжать это изоблачение? Хотя согласен. Это только прелюдия. Добивать так добивает, так чтобы всю рожу в кровь. Ладно, тогда продолжаем концерт. Пройдем по ключевым местам этого низкопробного фейка. Преобразователь напряжения и припаиваю к нему провода. Фейк про преобразователь. Это мы уже сказали. Для того, чтобы они не соприкасались друг с другом. И помещаю их в корпус. Здесь расстояние между пластинами и уголками более трех сантиметров. Все же знают, что площадь пластин гораздо больше. Сложен в пакет из нескольких штук. И расстояние пару миллиметров всего. Как сказать? Процесс расщепления воды идет полным ходом. Тут у него все идет процесс полным ходом. Вы видите этот ход? Я не вижу. Ух ты шьемая. Друзья, вот вы видели. Работает. Тут цирк с поджигом. Интересно, сколько он копил по времени этого газа? Судя по освещению с окна, долго. И расщепление воды происходит очень интенсивно. Слышите гул? Фейк с первым включением в самом мопеде. Слышно, как врубил двигатель, чтобы шла вибрация на воду. И была имитация интенсивности. Видите, это работает. Сейчас я хочу лично это протестировать. Давайте посмотрим. Тестируй. Работает. Хорошо. Вот и считаете. После того, как щелкнул выключателем, через 5 секунд завел двигатель. И сразу по газам. Есть тут что-то реальное. Сколько там должно быть горячей смеси, чтобы заполнить всю сантехническую емкость и дать давление в карбюратор. Стой, 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 стой. Поставь на подножку, давай воды зальем. Так. Сейчас дольем водички. Потому что вся вода, которая там уже изменила свой свет, стала не сильно качественной. Сейчас дольем и можно будет покататься подольше. Так. Включаем. На, катайся. Залил я свежей воды. Теперь Виталик сможет покататься подольше. Опять лажа с водой. Доливая воду, там не должно быть даже остатков газа. Но закрыл крышку, щелкнул включателем, через 5 секунд полет. Вот такое цирковое приключение молодой обезьяны. Правда и без меня. Выпуск этого низкопробного фейка вызвал небывалый ажиотаж. Представьте себе более 6000 комментариев. Где народ просто лез стенка на стенку. Ор стоял просто жучайший. Тем не менее, одобрили действия этого щенка в 3 раза больше, чем усудили. Представляете, сколько у народа дерьма в мозгах. Что они даже очевидные вещи не в состоянии проанализировать. Вот и снова, уже в очередной раз можно было закруглить тему по причине ее очевидности. Но я намеренно не стал заострять внимание на еще некоторых моментах. Чтобы предоставить слово по обличению фейкомета другим известным фейкометам. Тихтой Андреем. Прошу любить и жаловать. Конечно, много времени я ему не дам. Но пару моментов стоит увидеть. Двигатель на воде. Вот здесь парнишка. Сделал двигатель на воде и запустил скутер. Почему я его комментирую? Потому что перед этим я комментировал вот это вот видео. Видим, да? Здесь человек на МЭРС поставил установку. И она экономила ему топливо. 20-25%. Он заявлял, что больше. Я это видео прокомментировал. Сказал, что эта установка максимум будет экономить 10%. Это максимум. Мне начали там писать. Водичка стала еще мутнее. Смотрим, да? Процесс пошел. Водичка стала мутнее. Смотрите, сколько огромное количество газа выделилось. Смотрим теперь на мою установочку. Выстрел настолько сильный, что у меня за шаг звенит. Разницу видите? Посмотрите. И теперь смотрим здесь. Как же звуки, мы видим, газ выделяется. Самый важный момент. Обратите, пожалуйста, внимание на сейчас, что будет происходить. Как у него горит и как было у меня выстрел. 15,4 А. И вот смотрим. Слышали, да? А теперь? Так, сейчас попробуем поджечь без крышки. Потому что мне кажется... Что вы видели? И еще раз. И вот смотрим. И еще раз. Смотрим внимательно. Что это горело? Смотрим теперь еще раз. Это для тех, кто будет хаять, что я типа в этом не разбираюсь. И не понимаю. Я типа комментирую и нифига не делаю. Смотрим, как у меня происходит. Я тоже включил замедленно. Разницу вы увидели? Далее. После многочисленных разоблачений и наездов. Вы думаете, этого юного подонка Сой замучил он? Раскаялся в содеянном под тяжелым грузом? Отнюдь. Нет. Он встал в позу. Обиделся на всех, кто на него наехал. И выдал новое видео, где он изобличает изобличателей. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот представьте себе, это был его заголовок. Разоблачение. Это просто ужас. Дикий, низменный ужас. После чего мне, конечно, захотелось его просто в голову скрутить. И вот пацан решил ответить всем. Мое недавнее видео, в котором я запустил мопед на воде, создало сильный резонанс, вызвало множество хейта и разоблачений от некомпетентных авторов. В этом видео я отвечу всем разоблачителям, которые застряли еще в прошлом веке. И еще раз создам огонь из воды. Если вы не смотрели видео, в котором я запускал мопед на воде, то для начала рекомендую посмотреть его. Ссылка будет в описании. И второе, что меня больше всего убило. Когда этот разоблачитель из обличителей так ряно выступал, в конечном итоге он... Система работает. Миф разрушен. Вот представьте себе, насколько, каким подонком надо быть, чтобы вот так себя вести, заранее зная, что он конченый фейкомет, что все это им придумано. Мало того, что это еще и опасно, но вот так вот себя вести, ну просто низменная сволочь. Поэтому я написал ему сообщение вот такого формата, где выразил свой негатив по его поводу и пообещал создать видео по его разоблачению. Что сейчас я и делаю. Конечно, после выпуска из обличений из обличителей Андрей тоже в сторонке не остался. Мешательство, можно так сказать, даже ужас. Я недавно сделал разоблачение одного фейка, где парнишка, не буду говорить кто, я ссылочку поставлю в описании на это видео. Я не буду делать скотничать, так как этот так называемый человек, который хочет, чтобы люди ездили на воде, он не ставит ссылочки, мол, показывает, чтобы не делать типа нам этих. Мне лично плевать. Мое видео также, несмотря на то, что у меня фактически подписчиков по сравнению с ним в 11 раз меньше, набрало 127 тысяч просмотров. Несмотря на то, что огромная разница у нас в количестве подписчиков. Огромное количество людей, которые поняли, что это развод, что это человек занимается явным мошенничеством. Смотрите, что он показывает. Это просто страшно. Видим, да? Вот горит, как у него кислородно-водородная смесь. То есть я это называю гидроксией. Вообще-то гремучая смесь. Смотрим. Нету никакого водного затбора. Смотрим сюда. Ничего не напоминает? Еще раз. Допустил на максимальную мощность. Смотрим, как теперь. Смотрим еще. Еще раз. Смотрим, как горит на самом деле гидроксий. Газ. Видим, да? Вот я немножко показал то, что Андрей тут выдал. Ну а теперь я покажу то, что именно я накопал и решил представить как доказательство фейка уже второго. Тут я подчеркну именно то, что на самом деле должно привлечь внимание. И что подчеркивает, что здесь все полностью постановлено. Фейк от начала до конца. Именно постановленный фейк. Итак, я немного модернизировал систему. Сделал так, чтобы было вам нагляднее понятно, что как работает. Я буду использовать вот такой вот насос для надувных лодок, который работает от 12 вольт. Подключать я его буду от вот такого вот блока питания. Выдает он 1 ампер. И можно регулировать вольтаж. То есть я смогу регулировать подачу воздуха в эту систему. К преобразователю напряжения я буду подключать вот такой вот блок питания от ноутбука. Так, я вам все наглядно покажу в этом видео. Поймете, что никаких газовых баллонов я не использовал. И все это работает. Заливаем обычную воду. В нее я добавил немного соли. Как и в прошлом видео с мопедом. Правда, тогда я про это забыл сказать. Но думаю, кто шарит, тот поймет. Так, и подключаем блок питания от ноутбука к этой системе. И все работает. Сейчас я покажу. Процесс расщепления воды пошел. Вода уже стала понемногу мутнеть. В общем, дальше процесс будет идти дальше. Но это не самое главное. Так, поставлю камеру подальше. Чтоб все это было наглядно. Итак, система запущена. Работает она полным ходом. Сейчас буду поджигать газ, который выделяется. Надеюсь, ничего не взорвется. Так, тут шланг немного пережало. Горит. Как я говорил, этот газ горит. И горит очень неплохо. Собственно, точно. С ума сойти, что творится на свете. Наконец, он поджег газ. Другое дело, у меня сразу вопрос. Что делает тут вообще компрессор? Да, он там объясняет, что вот у него же на мопеде стоит карбюратор, который всасывает в воздух, и там смесь происходит. Поэтому он добавил компрессор. Но в первоначальном видео никаких компрессоров не было. И у него якобы все работало. Зачем тут компрессор? Это большой вопрос. Но это все ладно. Так же он у меня горел и в мопеде. Сейчас сниму камеру и покажу вам. Вот. Как мы видим, газ горит. Никаких газовых баллонов я не подключал. Вся эта система действительно работает. Сейчас покажу вам наглядно, чтобы вы увидели, что ничего в эту систему дополнительного я не подключал. Никаких газовых баллонов и прочих хрений. Работающий насос. Он до сих пор горит. Работающий насос. Пламя до сих пор горит. Под столом у меня нету никогда. Ничего не заметили? А ведь тут много чего интересного. Которого вы просто не заметили или не обратили внимание. Конечно лучше посмотрим еще раз. Вот он запустил уже систему. Гидролиз якобы идет. Преобразователь светится. Включено все. И... И запускаем все это дело через вот такую вот горелку, которую используют для газового баллона. Так, поставлю камеру подальше, чтобы все это было наглядно. Итак, система запущена. Работает она полным ходом. Сейчас буду поджигать газ. Да, система запущена, но... Преобразователь не горит. То есть газ якобы не выделяется. Который выделяется. Надеюсь, ничего не взорвется. Так, тут шланг немного пережало. Горит. Как я говорил, этот газ горит. И горит. Вот так вот. Парень далеко пошел. Зажег факел без зачатков газа. Вот такой пролетик у него. Смотрим дальше. Очень неплохо. Собственно, точно так же он у меня горел и в мопеде. Сейчас сниму камеру и покажу вам. Вот. Как мы видим, газ горит. Никаких газовых баллонов я не подключал. Вся эта система действительно работает. Сейчас покажу вам наглядно, чтобы вы увидели, что ничего в эту систему дополнительного я не подключал. Никаких газовых баллонов. Остановимся на секунду. Парнишка увидел, что у него тут что-то не светится. То есть он влетел чуток. Но что он делает? И прочей хрени. Работающий насос. Он до сих пор горит. Работающий насос. Пламя до сих пор горит. Под столом у меня нету никаких... Как это правильно называется? Отвлечение внимания. Заметил траблу. Значит, надо отвлечь. Насос работает. Огонь горит. Под столом ничего нет. Хорошо отвлек внимание, правильно? Ну, не у всех. Работает. И это не постанова. Собственно, точно так же все это дело у меня работало и в мопеде. Вот. Правда, тут немного пережимается шланг. Ага. Вот. Сейчас я его выпрямил, огонька стало чуть больше. Сейчас я попробую на преобразователе выставить максимальную мощность. Кстати, тут что-то перегорела лампочка, но... Если огонь горит, значит преобразователь работает. Сейчас попробую покрутить регулятор. И я думаю, пламя должно увеличиться. Ничего не изменилось у вас? Советую посмотреть внимательно. Ладно, остановимся. Сейчас... А для тех внимательно смотрим, кто недопонял. Повторяем. Заватель работает. Сейчас попробую покрутить регулятор. И я думаю, пламя должно увеличиться. Ничего не заметили? А вот вам... Перед сменой... И после смены. Вот. Тут не светится. Тут трубочка так лежит. Тут горелочка так лежит. Тут одно. Тут второе. И... Что мы видим? Блок питания куда воткнут? А куда он здесь? А главное крышечка. Видите? Ребро. А здесь ребро. Как трубка здесь пошла, а как здесь пошла. И горелка. Но еще не все. Смотрим на насос. Это что у нас? А здесь куда делать? По идее это время 5 секунд. И за 5 секунд, по идее, столько изменений вокруг. А бутылка куда делась? Что теперь это подпирает? Столько вопросов всего за пару. Если огонь горит, значит преобразователь работает. Сейчас попробую покрутить регулятор. И я думаю, пламя должно увеличиться. Да, пламя увеличилось. Но вся картинка поменялась. И горит тут кто-то. Те, кто верит, налетай. Те, кто жадный, убегай. Отделяем мух от котлет, а тех, кто мне верит, от тех, кто нет. Для вас свеженький товарчик, а для нас солидный наварчик. Всем видно товар. Сейчас запустил все это на максимум. Оказывается, преобразователь я крутил не в ту сторону. И работала вся эта система не на полную мощность. Сейчас я преобразователь запустил на максимальную мощность. Да, конечно. Все на все. Крутанул преобразователь. И резко все поменялось. Вот такой вот цирк с конями. И дальше. И вода горит. Сейчас сниму камеру, покажу еще разок. Чтоб опять вы не говорили, что я подключил газовый баллон. Вот я просто угораю на теме, кто говорит, что я подключил газовый баллон на эту систему. Как мы видим, смесь гремучего газа и обычного воздуха в принципе безопасна. Собственно, точно так же ездят японские машины, которые работают. Представляете, сколько парнише гнилого цинизма, что он вот вытворяет такой низкопробный фейк. Пытается втюхать людям вот эту лажу и говорит о каких-то великих вещах. Что у перемучего газа есть будущее. И это будущее уже используется в многих странах. Но мы до сих пор думаем, что все это дело постанова. Вот вам пример. И мы все думаем, что это дело постанова. Тем не менее, представьте себе. Я понимаю, здесь слабо. Но вот это что? Почти в семь раз больше дебилов, чем нормальных людей. Сплошные идиоты. Конченые просто идиоты. Страна дебилов. Люди, что вы делаете? Вот так вот все. Предельно просто. Пробуйте. Да, предельно просто обмануть стадо баранов. Но еще не все. Концовочка. И собственно все это дело подтверждает то, что вся эта система работает. Миф разрушен. Прятка урода. Я выключил преобразователь напряжения. Она все равно работает. Остатки газа оттуда выходят. А теперь считаем время. Сколько у него при выключенном якобы питании продолжает гореть пламя. Так как газ скорее всего там был под давлением. Вот. В общем сейчас откручу крышку как и обещал и посмотрим. В общем как обещал сейчас откручу крышку и вы увидите, что там нет никаких газовых баллонов и прочей всякой штуковины, которую выдумывают газоблачителя. Поняли весь юмор? Прошло 35 секунд. После выключения преобразователя, то есть электролиза, тут в баке практически ничего нету. Это бачок. Там нечему цепляться. В этой трубочке тоже газа быть не может никакого толком. 35 секунд. Горит огонь. Не тухнет. Он и так, и эдак. В конечном итоге он его просто на него дует. Ну заткнись ты уже в конце концов. Че ты все горишь? Итак, снимаю камеру. Теперь можно все и показать. Вода стала мутная. Вот. И, собственно, как вы видели, вся эта система работает. Я только что вам все это наглядно показал. Вот. Так что делайте выводы. Учите физику, химию, прежде чем опровергать и говорить, что все это фейк. В общем, друзья, это устройство я сделаю еще больше. Вот теперь, возможно, стоит и закончить. Если кто устал, то можете идти с миром. А в ком еще есть силы, то расскажу я вам притчу из реальной жизни, причем своей. Вот я могу, в отличие от большинства заявителей про поездки на воде твердой, чистой совестью, сказать, что именно я еще в перестроечные времена ездил на воде. Да, именно на воде. Не на газе из-под воды, не на водороде, а именно на воде. Конечно, это не было стопроцентно вода, а было где-то процентов 10. В далекие 84-87-е годы у меня был Жигуль, 11-ая модель, то есть первая, но без знаменитых клыков. Вот он на фото. Это мои сын и дочь. Сделал снимок в 85-м году. И был Жигуль рассчитан на 93-й бензин, который можно было приобрести только на заправках. И очень не любил он 76-й, который можно было брать почти даром. Кто знает, Теврина тут понимает. Пытался я подмешивать 76-й и 93-й, но движок упорно не хотел нормально тянуть. А тут то ли у нас в конструкторском бюро кто-то принес описание, то ли где, в каком журнале типа моделиста-конструктора увидел. В общем, сделал я нехитрое устройство, состоящее из стеклянной 1-литровой банки, медицинской капельницы и простой воды. Карбюратор был фирменный, и в нем был некий вводный патрубок с заглушкой. Вот туда я вставил иголку от шприца и подсоединил капельницу. Такое было чудо. На чистом 76-м жгунь летал лучше, чем на 93-м. Примерно регулировал, чтобы впрыск воды был около 1 литра на сотню. Отпала проблема со свечами, которые до этого приходилось чичить чуть ли не каждую неделю. Цилиндр блестели как новые. Приемистость машины была бешеная. В общем, ездил как на 98-м. А узнал, что такое 98-ю где-то в 86-м году, когда я впервые поехал к командировку за границу в Польшу. Это было первый раз. Я заправил полный бак и еще канистру. На километров 500 должно было хватить. До Варшавы от нас 200 километров. Вот думал, хватит. Не тут-то было. Мы как начали по Варшаве рассекать. Так оказалось, что до дому не хватит. А тогда была не только у нас перестройка, но и в Польше шоковая терапия. В 8-м километровой очереди на заправках и чужим наливать отказывались. Пришлось искать, где же найти нам бензин, потому что мы не могли доехать до дома. И обратились в посольство, нам дали справочку. Мы с этой справочкой поехали на заправку. Нам залили 20 литров бензина от 98-го. И какое было веселье на нем ехать. Это было просто прекрасно. Вот такая история. Хотите верьте, хотите нет. Но года два или даже может больше я все-таки ездил именно на воде. Единственный был нюанс один раз. Это когда надо было заливать в общем-то дистиллированную воду. Ну, а сами понимаете, в наше то время. Естественно, из-под крана была вода. И в какой-то момент у меня движок маленько клеммануло. То есть, я сел в машину, пытался завести, а она заклинила. Цилиндры клемманули. Но в жигуляшек, если кто помнит, была волшебная ручка, которая вперед вставлялась и можно было руками крутить. Но руками не получалось, пришлось ногами прыгать по ней, чтобы цилиндры шевельнулись. шевельнулись и поехал. Ну, такой момент был. И еще мне нравилось очень на ней, когда ездишь, едешь куда-то или в гору, ну, или на мост, дашь по газам, а сзади облако просто белое от пара. Аж машина сзади не видно. Такой прикольчик у меня был. Дал бы газам и весь сейчас в тумане. Вот такая вот история, ребята. Так что, я на воде ездил. Ну, а конец истории таков. Жигленок я продал, а так как часто стал ездить за границу, то приобрел себе фольксваген, который почему-то мог ездить на любом бензине. Как выяснилось позже, его еще в Германии кто-то переделал. На этом опыты с поездками на воде прекратились. Правда, были другие эксперименты, когда добывал из воды живую и мертвую воду в то время, две пластины из нержавейки, диод на одной и в 220. Почти ячейка Майера. В общем, да, вот еще что. ностальгировать по Жигулям. Маленько зашел по гуглу поискал. Вот нашел такую небольшую лекцию. Давно хотел сделать видео пояснение, видеоролик точнее, и рассказать о добавлении воды во впускной коллектор. То есть впрыск воды во впуск. Ну, послушайте дальше, я потом ссылку скину вниз. Тут как раз про то, что я и делал с Жигуленком. Примерно. А тут внизу, даже само интересно стало, вот, вам, пожалуйста, примерно то, что я вам рассказал, то есть здесь. А тут вообще один к одному. Так что почитайте, посмотрите. Все это было правдой. Вам, ребятки, не хворать новых открытий чистой головы. Будьте здоровы.